Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про весеннюю обрезку винограда. Поговорим, чем она отличается от осенней обрезки, какие у нее особенности и какое значение она может иметь для нас виноградарей. Но прежде чем мы приступим к основной теме нашего сегодняшнего разговора, я сделаю маленькое отступление. Для того, чтобы мы с вами не потерялись, а остались на связи, наш канал Виноград в Минске полностью продублирован на двух ресурсах. На ютубе и на яндекс.дзене. Ну а теперь мы переходим к теме обрезки. Вообще в наших северных регионах больше распространена осенняя обрезка винограда. Почему? Дело в том, что мы выращиваем виноград в укромной культуре. И пробовать укрыть необрезанный виноград, особенно взрослые кусты, это просто сизифов труд. Поэтому мы привыкли к обрезке осенней. Вместе с тем, если виноград выращивается в неукромной культуре, то обрезку можно делать зимой, либо ближе к весне. Так, к примеру, 14 февраля, как мы знаем, день влюбленных. Тем не менее, это еще был и день винограда, и день святого Трифона. И в Венгрии он назывался Трифон за Рязан. Именно в это время проводилась обрезка виноградной лозы. И в общем-то, если мы выращиваем виноград в неукромной культуре, мы его можем обрезать в любое удобное для нас время. Можем резать зимой, можем резать весной. Самое важное, до момента распускания почек. Однако, многие виноградари боятся весенней обрезки по причине того, что лоза начинает активно плакать, выделять сок. Но опасения эти напрасны. Дело в том, что даже обрезав осенью, часть лозы по весне все равно будет плакать. И учеными, которые изучали виноградную лозу, было доказано, что вот это истечение сока, истечение пасоки абсолютно не влияет на дальнейшее развитие наших кустов, если оно было произведено вовремя. То есть, вот до того момента, когда почки начали пробуждаться. Но это если мы говорим о каких-то отрицательных последствиях такой обрезки. Вместе с тем, определенное влияние весенней обрезки есть. И мы, виноградари, в общем-то, при желании можем это использовать в свою пользу, скажем так. Так вот, весенняя обрезка, совершенная в правильное время, я вам уже сказала ключевой момент до распускания почек, задерживает это самое распускание почек. Конечно, в некоторых регионах это может быть абсолютно не актуально, но в наших северных регионах, там, где велика вероятность поздних морозов, возвратных весенних заморозков, задержка в развитии, нам в некоторых случаях можно даже сказать и необходима. И вот эта задержка, литературные данные говорят о 7-10 днях. Я в прошлом году проводила эксперименты, через несколько минут вы увидите вот эту вставочку, съемку прошлого года, как я что делала и увидите наглядные результаты. Так вот, я сама убедилась на своем собственном опыте, что неделя в распускании почек у нас точно есть. И вот на начальном этапе у нас появляется разница, но в дальнейшем эти кусты абсолютно одинаково развиваются. И те, которые вот изначально отставали, потом догоняют остальные в росте. И это я вам тоже покажу. Эти же кусты, которые я резала весной, я вам их покажу осенью. И скажу сразу, что это были два кустика абсолютно одного сорта, абсолютно на одинаковых стадиях развития, посаженные в одно время, но остальное уже увидите сами. И здесь у меня два малыша реформа. Но на самом деле не такие уже они и малыши. Я их садила позапрошлой осенью, но весной перенесла немножко в другое место. Так вот, здесь так получилось, поскольку саженцы были небольшие, я их посадила в одну яму. Смотрите, вот один я сейчас приближусь, чтобы было видно. Ну вот второй. Они на одинаковой стадии развития, приблизительно одинаково росли, плюс-минус одинаково лоза. Тем более сидят рядышком. Вот я решила, что на них это будет наглядно. Неделю назад, ровненько в прошлые выходные, я вот этого товарища обновила ему срезик, немножко обрезала. А второй не трогала. И теперь смотрим разницу. Значит, тот, который обрезан. Вот он. Видите, эти почечки еще спят. Течет масока. Все там на самом деле живое. Все прекрасно чувствуют. Но почки спят. А вот тот, который не был обрезан. Смотрите. Почка начала пробуждаться. И даже не одна. И вот там почечка пробуждается, и вот здесь почечки пробуждаются. То есть, в общем-то, недельку, ну вот разница неделя. Можно выиграть. А может быть и несколько больше. Итак, смотрите. Вот два кустика. Сейчас я присяду, покажу. Вот эти вот лозы. Это один кустик. Ну, а вот это вот второй. Уже вы видели кадры, какие они были весной. Как я их обрезала. Ну, смотрите. Глобальной разницы в их росте. В общем-то, нет. Вот. Поднимаемся до верха. Смотрим лозы. Приблизительно все плюс-минус одинаково. Почти одинаковый возраст у них был. И вот у этого кустика пять почек было оставлено. У этого четыре. Ну, так получилось. И по состоянию лоз они практически одинаковые. Даже смотрите, что вот у этого, который был обрезан весной. Раз, вот там два, три таких хорошеньких, более толстеньких лозочки. Еще две поменьше. Ну, а здесь три таких крепеньких и четвертая поменьше. То есть разницы абсолютно никакой в дальнейшем нет. Поэтому смело можно обрезать. В том числе и весной. Если для вас это будет удобно. Что касается именно схемы обрезки. Что резать, как резать. То весенняя обрезка абсолютно ничем не отличается от осенней. И зависит от того, какой вид формировок вы выбираете. Но, а на схему нашей обрезки винограда мы используем обрезку без сучка замещения. Мы считаем, что это абсолютно не нужно. Все можно делать гораздо проще. Ссылку на видео я вам под этим роликом оставлю в описании. Таким образом, выбор сроков обрезки осенью резать кусты или весной зависит всего лишь от вашего удобства. От того, как вы хотите выращивать ваши лозы. Если мы укрываем, понятно, что мы режем осенью. Это гораздо логичнее и удобнее и правильнее. Если же мы не укрываем, то мы можем резать тогда, когда нам будет удобно. Но помним критическую точку. До какого момента нам нужно все это завершить. Также напомню, что истечение пасоки, вот этого плача лозы бояться абсолютно не стоит. Никаких глобальных и серьезных последствий это за собой не повлечет. Также есть мнение, что надо резать каким-то специальным углом, чтобы почка соком не заливалась. Все это ерунда. Прекрасно будут эти почки расти и развиваться в дальнейшем. Ну и также напоминаю, что весенняя обрезка задерживает распускание почек примерно на 7-10 дней. И если для вас, например, это удобно, вы хотите этим воспользоваться, то даже обрезав осенью, весной вы можете просто обновить срезы. И уже это сработает. К сожалению, в литературе не указано, в какие точно сроки нужно обрезать виноградную лозу весной для сдерживания роста почек. Я это в прошлом году делала, но я поздновато об этом прочитала. Была где-то середина, ближе к 20-м числам апреля. И у меня сработало. Вместе с тем, я могу предположить, что в принципе обрезка в весенний период сдержит рост. Особенно это может быть актуально для тех сортов, которые у нас по весне рано просыпаются. Ну, вы можете попробовать на каких-то своих лозах, и тогда уже будете точно знать, насколько вы сможете воспользоваться этим методом. Вместе с тем, если вы по каким-то причинам, например, осенью не успели обрезать, по каким-то причинам все это перенеслось на весну, и вы сейчас переживаете, что может быть для винограда это плохо, и что делать, смело можете обрезать. Вот сейчас, в марте, еще в принципе и до середины апреля в средней полосе обрезку смело можно делать, не опасаясь каких-то негативных последствий. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов и награды, и мои контакты. И до новых встреч!